Выпуск начался как раз с того сообщения, какого ждал Наваленко. К своему удивлению, он узнал, что выстрел, которым он намеревался всего-навсего разбить ветровое стекло полицейской машины, оказывается, можно считать прицельным. Пуля угодила одному из патрульных полицейских, точно между глаз он умер мгновенно. Потом показали фотографию убитого. Класс Тэнкблад, 26 лет, отец двух малолетних детей. О личности преступника полиция сообщила только, что он был один и что он несколькими минутами раньше ограбил отделение коммерческого банка в Аккале. Наваленко скривился, хотел было выключить телевизор, но заметил, что в дверях стоит Таня и смотрит на его. — Хороший полицейский, мертвый полицейский, — сказал он и нажал кнопку дистанционного управления. — Чем нынче кормят? Я проголодался. Таня и Коноваленко уже заканчивали обед, когда вернулся Владимир и тоже сел за стол. — Ограблен банк, — сказал Владимир, — и убит полицейский. А одинокий преступник говорит по-шведски с акцентом. — Полиции вечером в городе будет пруд-пруди. — Бывает, — отозвался Коноваленко. — Но как сообщил насчет заказа? — К полуночи весь преступный мир будет знать, что можно заработать сто тысяч крон, — ответил Рыков. — Таня поставила перед мужем тарелку с едой. — Непременно нужно было убивать полицейского именно сегодня. — А с чего ты взял из-за моих рук дело? — Владимир пожал плечами. — Мастерский выстрел. Налет на банк, чтобы оплатить заказ на Виктора Мабашу. Иностранный акцент. Все указывает на тебя. — Ты заблуждаешься, если думаешь, что выстрел был прицельный. Это случайное везение. Или не везение, как посмотреть. Но в город вечером поедешь один, на всякий случай. Если хочешь, возьми с собой Таню. — Сёдер, Мальма, есть несколько клубов, где тусуются африканцы. Вот, пожалуй, с них и начну. В половине девятого Таня и Владимир уехали в город. Коноваленко принял ванну, а потом расположился у телевизора. В новостях постоянно и подолгу рассуждали об убитом полицейском, но никаких реальных зацепок в дознании не было. — А еще бы, — думал Коноваленко, — я следов не оставляю. Он было закемарил в кресле, как вдруг зазвонил телефон. Один резкий звонок. Потом опять на сей раз семь сигналов. Когда телефон звонил в третий раз, Коноваленко снял трубку. Теперь он точно знал, что это Владимир. Они заранее обговорили условный код. В трубке слышался характерный шум, из чего он заключил, что Владимир находится в код дискотеки. — Ты меня слышишь? — крикнул Рыков. — Слышу! — отозвался Коноваленко. — Я и себя толком не слышу. Есть новости. — Кто-то видел Виктора Мабашу в Стокгольме? — спросил Коноваленко. — Владимир наверняка звонит за этого. — Еще лучше! Он сейчас здесь! — Коноваленко громко перевел дух. — Он тебя заметил? — Нет, но он на чеку. — С ним кто-нибудь есть? — он один. Коноваленко задумался. — Сейчас двадцать минут двенадцатого. — Как же поступить? Немного погодя он решился. — Давай адрес, я выезжаю. — Жди меня на улице. И как следует осмотрись в клубе. Прежде всего проверь, и где запасные выходы. Ладно. На этом разговор закончился. Коноваленко проверил пистолет, сунул в карман запасную обойму, потом зашел к себе в комнату отперстоявший у Стина металлический чемодан, достал две гранаты со слезогонкой и два противогаза, запихал их в пластиковую сумку, ту самую, в которой принес украденные деньги. И, наконец, аккуратно причесался перед зеркалом в ванной, таков был ритуал подготовки к важной акции. Без четверти с двенадцатью он вышел из халунской квартиры и на такси поехал в город. На площади Экстремальмсторг расплатился и пересел в другое такси, на котором отправился в Сёдермальм. Дискотека располагалась в доме номер сорок пять. Коноваленко велел таксисту высадить его у дома номер шестьдесят и пешком пошел в обратную сторону. Внезапно из темноты вынырнул Рыков. Он там. Таня уехала домой. Коноваленко медленно кивнул. Ну что ж, будем брать. По его просьбе Владимир подробно описал внутренность дискотеки. Когда он закончил, Коноваленко сказал только один вопрос. — Где именно он находится? — У стойки, — ответил Владимир. Коноваленко снова кинул. — Все ясно. Через несколько минут оба натянули противогазы и сняли оружие с предохранителя. Владимир распахнул дверь, сбил с ног изумленных охранников. Потом Коноваленко бросил внутрь гранаты со слезогонкой. Глава двенадцатая Подари мне ночь, Сонгома. Как мне выдержать этот ночной свет, который не дает спрятаться? Зачем ты послала меня в эту диковинную страну, где человек лишен темноты? Я отдал тебе мой отрубленный палец, Сонгома. Я принес в жертву частицу моей плоти, чтобы ты взамен подарил мне темноту. Но ты покинула меня. Оставила в одиночестве. Я одинок. Как антилопа, который уж не в силах уйти от охотника Читы, от леопарда. Своё бегство Виктор Мабаша воспринимал, как уход в похожее на сон невесомое состояние. Его душа, слонбонезримо, странствовала сама по себе где-то поблизости. Казалось, он чувствовал за спиной собственные дыхания. В Мерседесе, чья кожаная обивка приводила ему на память далекий запах антилопьих шкур, было только его тело и, прежде всего, больная рука. Палец отсутствовал и все равно был здесь, как неприкаянная боль в чужой стране. С первых же минут сумасшедшего бегства он пытался заставить себя обуздать собственные мысли, действовать разумно. «Я зулус», — ствердил он, как заклинание, — «я принадлежу к непобежденному народу воинов, я один из сыновей неба». Мои предки всегда были впереди, когда наши импи шли в атаку. Мы побеждали белых задолго до того, как они изгнали бушменов в бесконечной пустыне на скорую гибель. Мы побеждали их. Прежде чем они объявили нашу страну своими владениями, мы одержали победу у подножья и сандлуаны и отрезали им челюсти, которые после украшали крали наших вождей. Я зулус. Один палец у меня отрезан, но я стерплю боль. Еще девять пальцев у меня остались, ровно столько, сколько жизнью шакала. Когда стало совсем не в моготу, он наугад свернул на лесную дорожку и остановился у блестящего озера. Вода была до того черная, что он был принял ее за нефть. Сел на прибрежный камень, размотал окровавленные полотенца и заставил себя смотреть руку. Кровотечение не унималось. Рука была как чужая, но боль присутствовала скорее в сознании, чем в ране на месте пальца. Как вышло, что Коновальн оказался проворнее его? Секундные сомнения. Вот что одержал Надин вверх. И бегство тоже было безрассудством. Он повел себя, как растерянный ребенок. Действовал недостойно. И по отношению к себе, и по отношению к Яну Клейну надо было остаться. Обыскать вещи Коновальнка. Найти билеты на самолеты и деньги. А он только и захватил с собой, что немного одежды да пистолет. Даже не запомнил, как ехал. Вернуться невозможно. Он попусту не найдет дорогу. Слабость, думал он. Я так и не сумел ее одолеть, хоть и отказался от всех моих убеждений, от всех принципов, какие мне внушали с детства. Этой слабости меня наказала Сонгома. Она слушала духов и велела им петь мою песню. Песню о слабости, которую я никогда не сумею одолеть. Солнце, которое в этой диковинной стране, будто никогда и не отдыхало, уже поднялось над горизонтом. Хищная птица взмыла с верхушки дерева и полетела вдоль водного зеркала. Прежде всего нужно поспать. Несколько часов, не больше. Он знал, что много спать ему не требуется, а потом голова опять заработает, он сумеет что-нибудь придумать. Когда-то давно, словно в незапамятные времена предков, его отец, Окумана, который делал самые лучшие наконечники для стрел и копий, сказал ему, «Пока ты жив, всегда есть выход. Смерть — это последнее укрытие. Ее нужно приберегать до той поры, когда не останется ни единой возможности устранить, казалось бы, неодолимую угрозу. Всегда есть выходы, которых поначалу не видишь. Для того-то у людей, в противоположность животным, и есть разум, чтобы смотреть внутрь, а не наружу. Внутрь, в тайники, где духи предков ждут своего часа, чтобы водительствовать человеком в жизни». «Кто я?» — думал он. «Человек, потерявший себя, уже не человек, а зверь. Вот это и случилось со мной. Я начал убивать людей, потому что сам был мертв. В детстве, когда видел эти окаянные таблички, указывавшие, где дозволено находиться черным, и какие места отведены только для белых, я уже начал уменьшаться. Ребенок должен расти, увеличиваться, но в моей стране черный ребенок учился становиться все меньше и меньше. Я видел, как мои родители изнемогали от собственной ничтожности, от собственной задавленной горечи. Я был послушным ребенком. И я научился быть безвестным среди безвестных. Быть никем. А Партеид был моим настоящим отцом. Я научился тому, чему людям учиться нельзя, жить с фальшью, презрением и той ложью, что в моей стране возведена в ранг единственной правды. На страже этой лжи стояла полиция и закон о сегрегации, но в первую очередь я берегал поток с белой водой, поток слов о природном различии между черным и белым, о превосходстве белой расы. Меня это превосходство сделало убийцей. Сон Гома. Издается мне это конечный итог всего, что я усвоил, когда ребенком старался стать маленьким и ничтожным. Ведь А Партеид, лживое превосходство белых, по сути, не что иное, как систематическое разорение наших душ. И когда наше отчаяние выплеснуло с неистовым уничтожением, белые не увидели безмерно огромного отчаяния и ненависти, не увидели того, что мы носили в себе. Заглядывая внутрь себя, я вижу, что мысли мои и чувства расколоты, будто разрублены мечом. Без одного пальца я могу обойтись, но как мне жить, если я не знаю, кто я? Виктор вздрогнул и сообразил, что едва не заснул. На грани сна в дремоте давно ушедшие мысли вернулись к нему. Он еще долго сидел на камне у озера. Воспоминания возвращались незваные. Лето 1967-го. Ему только сравнялось шесть, когда он открыл у себя способность, отличавшую его от других ребятишек, с которыми он играл в пыли среди трущоб под Йоханнесбургом. Из бумаги и веревок они соорудили мяч. И он вдруг понял, что чувствует мяч, как никто из приятелей. Он мог сделать с мячом что угодно, и тот слушался его, как покорная собака. Из этого открытия родилась его первая большая мечта, которую безжалостно растопчет священный апартеид. Он мечтал стать лучшим регбистом в Йорн. Какая это была радость! Он еще что духи предков благосклонны к нему? Налил в бутылку воды из-под крана и принес жертву Красной Земле. И вот однажды, тем летом, в пыли, где Виктор и его друзья гоняли бумажный мяч, остановил свою машину белый торговец спиртными напитками, и, сидя за рулем, он долго наблюдал за черным мальчуганом, который феноменально владел мячом. По случайности мяч упал рядом с машиной. Виктор осторожно подошел, наклонился и поднял его. — Эх, был бы ты белым! — сказал торговец. — Никогда не видел, чтобы так владели мячом. Жаль, что ты черный! Виктор проводил взглядом самолет, прочертивший в небе белую полосу. — Более я не помню, — думал он, но она наверняка была уж тогда. И лишь шестилетку крепко внушили, что несправедливость, естественное состояние, жизнь, и он вообще никак не реагировал, но спустя десять лет, когда им было шестнадцать, все изменилось. Июнь 1976. Соуэта. Возле средней школы Орландо-Уэс собралось свыше пятнадцати тысяч учащихся. Сам Виктор был не из их числа. Он жил на улице, вел жизнь мелкого, но все более ловкого, все более дерзкого воришки. Вырывал пока только у черных, но уже поглядывал на белые кварталы, где возможны кражи покрупнее. Поток молодежи увлек его за собой, заразил своей яростью, что преподавание теперь будут вести на ненавистном языке буров. До сих пор он воочию видел девчонку, которая, стиснув кулаки, кричала отсутствующему президенту. — Форстер, говори по-зулузски, тогда и мы заговорим на африканас. В душе у него царил хаос. Внешний драматизм. Полиция, которая пошла в атаку и остервенела, орудовала кожаными плетьми, достиг до его сознания только тогда, когда удары посыпались на него самого. Он тоже бросал камни, и чувство меча не подвело. Его снаряды почти всегда попадали в цель. Он видел, как один из полицейских схватился за щеку, и сквозь пальцы потекла кровь, и вспомнил того белого автомобиля и слова, которые услышал, стоя перед ним со своим бумажным мечом. А потом его скрутили и стали избивать, и боль от ударов проникла сквозь кожу в самое нутро. Ярче всего ему запомнился один полицейский, здоровенный, красномордый, воняющий перегаром. В глазах этого человека он неожиданно увидел страх и понял в тот миг, что он сильнее, и что отныне страх белого всегда будет наполнять его беспредельной ненавистью. Из задумчивости его вывело какое-то движение у дальнего берега озера. Лодка медленно направлялась в его сторону. Человек в лодке греб неторопливо и был еще далеко, но в тишине он даже отсюда слышал скрип уключен. Виктор встал с камня, пошатнулся от внезапного окружения, и подумал, что надо обязательно обратиться к врачу. Кровь у него всегда была жидкая и подолгу не останавливалась, а еще очень хочется пить. Он сел в машину, включил мотор и заметил, что бензина хватит максимум на час. Выехав на шоссе, он продолжал путь в прежнем направлении. Через сорок пять минут ему встретился городок под названием Эльмхульт. Интересно, как это произносится. Он затормозил у заправочной станции. Из тех денег, что Коноваленко давал ему на бензин, осталось еще две сотни, а автоматом, который принимает купюру, он пользоваться умеет. Правда, искалеченная рука мешала, и он заметил, что привлекает внимание. Пожилой мужчина предложил помощь. Виктор Мабаша не понял, что он сказал, но кивнул и даже попробовал улыбнуться. Залил бензин на сто крон, оказалось, что чуть больше десяти литров. Но ведь надо поесть, а главное — утолить жажду. Невнятно поблагодарив помощника, отогнав машину от автомата, он зашел в здание заправочной станции, купил хлеба и две большие бутылки Кока-Колы. В итоге осталось сорок крон. У указа среди всевозможных рекламных плакатов висела карта. Он пытался отыскать на ней Эльмхульт, но безуспешно. Вернувшись в машину, Виктор первым делом откусил большой кусок хлеба. Жажда унилась только после того, как он ополовинил одну бутылку. Теперь надо решить, что делать дальше, как найти врача или больницу. Вдобавок платить нечем, денег нет. В больницу его не примут, откажутся обслуживать. Виктор понимал, что это значит. Придется пойти на грабеж. Пистолет в бардачке — единственный выход. Городок остался позади, дорога снова бежала среди бесконечных лесов. Надеюсь, убивать никого не придется, думал он. Я не хочу убивать, пока не выполню свое задание, пока не застрелю де Клерка. В тот первый раз, когда я убил человека, думал он. Сон Гома! Я был не один, и все-таки не могу этого забыть, хотя с трудом вспоминаю других людей, которых убивал после. Это случилось январским утром 1981 года на кладбище в Дудузе. Я помню потрескавшиеся над гроби Сон Гома. Помню, как думал, что ступаю по кровле жилища мертвых. В то утро хоронили старика родственника, кажется, отцовского двоюродного брата. В другом месте кладбища были еще одни похороны, как вдруг возникло замешательство. Одна из погребальных процессий бросилась в рассыпную, и между надгробиями я увидел бегущую девушку. Она бежала, будто загнанная лань, и за ней вправду гнались. Тот кричал, что она доносчица, что чернокожий работает на белых, на полицию. Ее схватили. Она плакала, она была в беде и страшнее, я ничего не видел. Ее повалили на землю и били, чем попало, а она все жила. И тогда мы начали собирать смешно отгробие сухие ветки и пучки травы. Я говорю «мы», потому что вдруг очутился среди участников. Черная женщина, которая стучит в полиции, зачем ей жить? Она молила о пощаде. Ее забросали сушняком и травой, а потом подожгли и спалили заживо. Она пыталась выбраться из огня, но тщетно. Мы держали ее до тех пор, пока лицо не почернело. Так я впервые убил человека, сонгома, и я не забыл ее, потому что вместе с ней убил и себя. Апортеид одержал победу. Я стал зверем, сонгома безвозвратно. Рука опять разболелась. Виктор Мабаша старался не шевелить ей, чтобы хоть немного унять боль. Солнце стояло по-прежнему высоко, а на часы он не смотрел. Можно еще долго сидеть в машине, наедне с своими мыслями. Я даже не знаю, где нахожусь, думал он. Знаю, что в стране, которая называется Швецией, и все, может быть, по-настоящему мир именно таков. Нет, ни здесь, ни там, есть только сейчас. Мало-помалу опускались странные, едва заметные сумерки. Он вставил в пистолет обойму и сунул его за пояс. Жаль, ножей нет. Хотя он твердо решил не убивать никого без крайней необходимости. Судя по счетчику, бензин опять на исходе. Надо решать насчет денег. Так не дошло до убийства. Проехав еще несколько километров, он заметил у дороги маленький магазинчик, открытый. Остановился, заглушил мотор и стал ждать, когда покупатели разойдутся. Потом снял пистолет с предохранителя, вылез из Мерседеса и быстро вошел в магазин. За прилавком стоял пожилой мужчина, пистолетом Виктор показал на кассу. Мужчина хотел что-то сказать, но Виктор пальнул в потолок и опять ткнул в кассу. Дрожащими руками мужчина открыл ящик. Виктор наклонился, приложил пистолет в больную руку и сгреб все, что там было, повернулся и выбежал на улицу. Он не видел, как мужчина за прилавком вдруг пошатнулся и упал, ударившись головой о цементный пол. Впоследствии решат, что грабитель ударил его по голове, а человек за прилавком падает уж был мертв, сердце не выдержало. Внезапного шока. На бегу Виктор зацепился повязкой за дверь. Отцеплять некогда. Он стиснул зубы рывком, высвободил руку. И в ту же секунду он заметил перед магазином девочку. Она стояла и смотрела на него. Девочка лет тринадцати с огромными глазами смотрела на его окровавленную руку. «Я должен убить ее», — подумал Виктор. «Мне не нужен свидетель». Он выхватил пистолет, направил его на девочку, но выстрелить не смог. Опустил руку, бегом подбежал к машине и рванул с места. Полиция наверняка сядет ему на хвост. И очень скоро начнут искать чернокожего с искалеченной рукой. Девчонка, которая наставила в живых, молчать не будет. Максимум часа четыре и придется сменить машину. На заправке, самообслуживании, Виктор залил полный бак. Незадолго до того он проехал указатель с надписью «Стокгольм» и на сей раз постарался запомнить, как туда вернуться. Внезапно навалилась страшная усталость. Где-нибудь по дороге придется остановиться и поспать. Хорошо бы еще найти озеро с черной спокойной водой. Озеро нашлось на просторной равнине, немного южнее Линчопинга. К тому времени он уж сменил машину. Под хуз кварно извернул в мотель и угнала тут другой «Мерседес». А после мчался, пока не выбился из сил. Недалеко от Линчопинга свернул с магистрали, потом съехал на совсем узкую дорогу и, наконец, увидел впереди озеро. Это было сразу после полуночи. Он устроился на заднем сиденье и заснул. «Я знаю, что сплю, Сонгома. Все-таки говорю не я, а ты. Ты рассказываешь мне о великом Чаке, о великом воине, творце славы Зулусов, который наводил всюду страх и ужас. От его гнева люди замертво падали на землю. Он казнил целые полки, если они не проявляли должного мужества в какой-нибудь из бесконечных, никогда не прекращающихся войн. Чака, мой предок. В детстве, сидя у костра, я часто слушал вечерами рассказы о нем. Теперь я понимаю, отец вспоминал о нем, чтобы забыть о белом мире, в котором был вынужден жить, чтобы выдержать непосильный труд в рудниках, страх перед обвалами в подземных выработках, перед ядовитыми газами, что разъедали ему легкие. Но ты рассказываешь о Чаке совсем другое сонгома. Ты рассказываешь, что Чаку сына Сензан Гахконы будто подменили, когда умерла Нолива, женщина, которую он любил. Сердце его наполнило великой тьма. Он больше не мог любить ни людей, ни землю. В нем была только ненависть, пожиравшая его изнутри. Мало по малу он утратил все человеческое. Он превратился в зверя, который радовался лишь убивая, видя кровь и страдания. Но зачем ты рассказываешь мне об этом, сонгома? Неужели я стал таким, как он, исчадием апартеида, кровожадным зверем? Я не верю тебе, сонгома. Я убиваю, но не без разбора. Я люблю смотреть на танцующих женщин, на их темные тела, в отблесках пламени костров. Я хочу видеть, как танцуют мои дочери сонгома. Танцуют без остановки, пока глаза мои не закроются. Я не вернусь в подземный мир, где встречу тебя, и ты откроешь мне последнюю тайну. Около пяти утра он проснулся, как от толчка. Рядом с машиной пела птица. Никогда раньше он не слышал такой песни. Потом он двинулся дальше, на север, около одиннадцати подъехал к Стокгольму. Была среда, 29 апреля 1992 года, канун студенческого праздника. Глава тринадцатая Эти трое в масках появились как раз, когда подали десерт. За две минуты они выпустили из автомата в более трехсот пуль и скрылись на автомобиле. Затем воцарилась тишина. Лишь на мгновение, секунду спустя, послышались крики раненых и перепуганных людей. Это произошло на ежегодной встрече богатого Дурбанского клуба дегустаторов вина. Оргкомитет тщательно учел все аспекты безопасности, прежде чем было решено устроить заключительный обед в ресторане Пайнтаунского гольф-клуба в нескольких милях от Дурбана. До сих пор в городке Пайнтаун ни разу не случалось террористических актов, которые в провинции Наталь фактически стали обычным делом. Кроме этого управляющий ресторанам обещал в этот вечер усилить охрану. Но охранники погибли, не успев поднять тревогу. Сечь ту ограду налетчики разрезали стальными ножницами, строжевую овчарку задушили. Когда террористы ворвались в ресторан, там находилось в общей сложности пятьдесят пять человек, белые члены клуба дегустаторов и африканская обслуга, четверо мужчины и одна женщина. Чернокожие повара и буфетчики во главе с шеф-поваром, португальцем при первых же выстрелах схоронились на задворках. Террористы скрылись, а среди опрокинутой мебели, битого фарфора и обломков потолочной арматуры лежали девять убитых. Семнадцать человек получили ранения разной степени тяжести, остальные были в шоке, в том числе пожилая женщина, которая вскоре умерла от сердечного приступа. На десерт подавали фруктовый салат и красное вино, более двухсот бутылок которого были разбиты в дребезги. Полиция, прибывшая на место преступления, с трудом различала, где кровь, а где вино. Полицейский комиссар Де Беэйр из Дурманского отдела по расследованию убийств прибыл в ресторан одним из первых. Его сопровождал чернокожий африканец, комиссар Гарри Сибанде, хотя Де Беэйр отнюдь не скрывал своих российских взглядов. Гарри Сибанде привык не замечать его презрение к черным, потому что он давно понял, что, как полицейский, даст Де Беэру сто очков вперед. Они обошли разоренные помещения, наблюдая, как убитых, раненых, уносят в кареты скорой помощи, которые совершали челночные рейсы из Пойнтауна в Дурбанские больницы. Свидетели, перенесшие тяжелый шок, могли сказать лишь очень немного. Налетчиков было трое, все в масках, но, судя по рукам, чернокожие африканцы. Де Беэйр понимал, что происшедший один из серьезнейших политических терактов, осуществленных за год в Натали черными группировками, этим вечером 30 апреля, казалось, был сделан еще один шаг к открытой гражданской войне между белыми и черными. В тот же вечер Де Беэйр позвонил в Приторию, в разведслужбу, где ему обещали завтра утром прислать помощь. Армейский спецотдел по борьбе с политическим терроризмом тоже направил в Дурбан опытного следователя. Президент Де Клерк узнал о происшествии около полуночи. Министр иностранных дел Пик Ботта позвонил в резиденцию по экстренной линии связи. Де Клерк был явно раздосадован, что его побеспокоили. Бота это слышал по его голосу. Невинных людей у нас убивают каждый день. Что в этой истории такого особенного? Масштаб, ответил министр. Слишком масштабно, слишком жестоко, слишком чудовищно. Если вы не выступите завтра же утром с решительным заявлением, в партии вас весьма не одобрят. Я убежден, что руководство военка, вероятно, сам Мандела осудит, случившийся. Черные церковные лидеры тоже. Вы очень себя навредите, если не выступите. Ладно, будь по-вашему, ответил доклерк. Набросайте к утру текст. Всем он должен быть у меня. Ночью между Йоханнесбургом и Приторией состоялся еще один телефонный разговор, имевший касательство к теракту в Пайнтауне. Полковнику Францу Малану, сотруднику особой сверхсекретной армейской службы безопасности, позвонил коллега из разведки Ян Клейн. Бойм уже сообщили, что произошло несколько часов назад в Пайнтаунском ресторане. И они встретили эту новость, ошеломленным возмущением сыграли привычную роль. На самом деле бойня в Пайнтауне планировалась при их участии. Она была элементом стратегии по дестабилизации положения в стране. А последним звеном в цепи многочисленных и все более масштабных террористических актов и убийств станет ликвидация, к которой готовили Виктора Мабашу. Но Ян Клейн звонил Францу Малану по совсем другому поводу. Днем он обнаружил, что кто-то открывал сугубо личные и секретные файлы его служебного компьютера. Ему понадобилось несколько часов, чтобы методом исключения вычислить, кто за ним следит. И он прекрасно отдавал себе отчет, что все это ставит под угрозу и главную решающую операцию. В телефонных разговорах Ян Клейн и Франц Малан никогда не называли имен. Они знали друг друга по голосу, а если связь была плохая, прибегали к особому коду из приветственных фраз, который позволял им безошибочно опознать друг друга. «Надо встретиться», сказал Ян Клейн. «Ты знаешь, куда я еду завтра?» «Да», ответил Малан, «приезжай туда же». Францу Малану было известно, что от его ведомства в расследовании теракта должен участвовать некий капитан Брейтенбах. Но знал он и другое. Достаточно одного телефонного звонка, и вместо капитана поедет он сам, Франц Малан. Ведь руководство предоставило ему карт-бланш, и он мог, не ставя никого в известность, перераспределять задание по собственному усмотрению. «Я приеду». На этом разговор закончился. Франц Малан позвонил капитану Брейтенбаху и сообщил, что лично полетит завтра в Дурбан. Потом стал размышлять, чем же так обеспокоен Ян Клейн. Скорее всего, это связано с большой операцией, только бы она не сорвалась. В четыре утра первого мая Ян Клейн выехал из Притории. Он миновал Йоханнесбург и уже скоро направился по шоссе М3 в сторону Дурбана. В восемь он рассчитывал быть на месте. Ян Клейн любил водить машину. При желании он бы мог, конечно, лететь в Дурбан на вертолете, но тогда оказался бы там слишком быстро, а в машине он был один. Только пейзаж мелькал за окном. Можно все как следует обмозговать. Он прибавил скорость, думая о том, что возникшая в Швеции проблема скоро будет устранена. Несколько дней его одолевали сомнения, вправду ли Коноваленко так ловоко хладнокровен, как он предполагал? Может, сделка с ним была просчетом? Но после долгих размышлений решил, что поступил правильно, Коноваленко сделает все необходимое. Виктора Мабашу скоро уберут, ретно уже убрали. Человек по имени Сикоси Цикки, второй в списке, займет его место, и пройдет у Коноваленко ту же подготовку. Единственное, что по-прежнему казалось к Лейну странным, был сам инцидент, который привел Виктора Мабашу к срыву. Почему смерть такой ничтожной шведки вызвала у Виктора Мабаши столь бурную реакцию? Выходит, несмотря ни на что, у него все-таки было слабое место? Сентиментальность. В таком случае большая удача, что этот изъян обнаружился вовремя. Кто знает, что сделал бы Виктор Мабаша, увидев прицел свое мишань. Он отбросил мысль о Викторе Мабаше и вернулся к слежке, которую негласно вели за ним самим. Ничего конкретного в файлах не было. Ни имен, ни мест, ничего такого. Но он прекрасно понимал, что опытный офицер разведки все равно сумеет сделать определенные выводы. В том числе касательно планов серьезного политического теракта. Откровенно говоря, ему повезло, думал Ян Клейн. Он вовремя обнаружил, что кто-то лазил в его файлы и сумеет предпринять ответные шаги. Полковник Франц Маллан поднялся в вертолет, ожидавший его на особом армейском аэродроме под Йоханнесбургом. Было четверть восьмого, и в восемь он рассчитывал быть в Дурбане. Кивнов пилотом пристегнул ремни, и меж тем, как машина набирала высоту, посмотрел вниз. Он чувствовал усталость, размышления о том, что тревожит Яна Клейна, не дали ему до рассвета сомкнуть глаз. Он задумчиво глядел на африканской предместье, над которым летел вертолет. Запустение, трущобы, дым костров. Разве они могут победить нас, думал он. Главное это проявить упорство и показать, что мы не шутим. Да, конечно, прольется много крови, в том числе и крови белых, как вчера вечером в Пайнтауне. Но чтобы сохранить в ЮАР власть белых надо платить и дорогой ценой, большими жертвами. Франс Маллен откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и попробовал вздремнуть. Скоро он узнает, что тревожит Яна Клейн. В Пайнтаун к отцепленному ресторану они подъехали друг за другом с промежутком в десять минут и час с лишним пробыли в залитом кровью помещении вместе с местными полицейскими под командой комиссара Самуэла де Беэра. Ян Клейн и Франс Маллен не могли не признать, что налетчики поработали как следует. Число убитых, видимо, составит человек девять-десять. Но это не главное. Кровавая расправа над невинными дегустаторами принесла нужные результаты. Белые пришли в бешенство и уже раздавались призывы к мести. На пути в Дурбан Ян Клейн слышал по радио заявления Нельсона Манделлы и президента Деклерка, которые сурово осудили случившееся. Вдобавок Деклерк пригрозил террористам беспощадным возмездием. «Есть какие-нибудь зацепки насчет того, кто устроил этот кошмар?» спросил Ян Клейн. «Пока нет», ответил Деберр. «Даже машину их никто не видел». «Лучшего правительства сразу назначило вознаграждение», сказал Франц Малан. «Я лично попрошу министра обороны поднять этот вопрос на следующем заседании кабинета». В эту минуту на улице возникла суматоха. Возле оцепления собрала столпа белых, многие демонстративно с оружием. Черные африканцы, заметив сборище, благоразумно сворачивали в сторону. Внезапно дверь ресторана распахнулась и внутрь вбежала белая женщина лет тридцати. Она была на грани истерики и, увидев комиссара Сибанды, единственного чернокожего в этом помещении, вдруг выхватила пистолет и выстрелила в его сторону. Гарри Сибанды успел броситься на пол и укрыться за прокинутым столом, но женщина направилась прямо туда, судорожен сжимая обеими руками пистолет и продолжая стрелять. И все это время выкрикивала на африканц, что отомстит за брата, убитого вчера вечером, и не остановится, пока не будет уничтожен последний кафр. Смел Добиэр кинулся на нее, обезоружил и увел в полицейскую машину. Гарри Сибанды выбрался из укрытия. Он был потрясен. Одна из пуль пробила столешницу и провала рукав его пиджака. Ян Клейн и Франц мало наблюдали за инцидентом, занявшим буквально несколько секунд, и думали об одном и том же. Поступок этой белой женщины ярко высветил цель, ради которой была устроена вчерашняя кровавая бойня. Это лишь начало. Ненависть прокатится по стране исполинской волной. Вернувшись от Дебеэр сказал, утирая с лица пот и кровь. Ее можно понять. Гарри Сибанды промолчал. Ян Клейн и Франц Маллан обещали Дебеэру любую необходимую помощь. Разговор завершился взаимными уверениями, что теракт должен быть раскрыт, будет раскрыт в самое ближайшее время. Затем оба они покинули ресторан, на машине Яна Клейна выехали из Пайнтауна, направляясь на север по магистрали Н2, и возле указателя Умхланга Рокс свернули к морю. Ян Клейн затормозил у рыбного ресторанчика, расположенного прямо на берегу. Здесь им никто не помешает. Они заказали морских раков, минеральную воду, с моря сдавал мягкий ветерок, Франц Маллан снял пиджак. Насколько мне известно, комиссар де Бейер нарядка бездарный следователь, сказал он, а вот у его коллеги у этого кафра говорят мозги куда лучше работают и упорства ему не занимать. У меня те же сведения, отозвался Ян Клейн, да знание будет бестолково топтаться по кругу, пока все, кроме родственников, не забудут об инциденте. Он положил нож, промокнул рот салфеткой. Смерть всегда штука неприятная. Никто не затевает кровавой бойни без крайней нужды. С другой стороны, нет победителей без побежденных, как нет победителей без жертв. Наверное, в сущности, я самый примитивный дарвинист. Выживает сильнейший, а значит, право на его стороне. Когда в доме пожар не спрашивают, где он возник, а начинают тушить. — Что будет с теми тремя? — спросил Франс Малан. Помнится, я не видел, что там решили. — Давай-ка прогуляемся после обеда. С улыбкой предложил Ян Клейн. Франс Малан понял, до поры до времени это есть ответ на его вопрос. Он достаточно знал Яна Клейна и сообразил, что продолжать расспросы бессмысленно. Когда надо, он все узнает. За кофе Ян Клейн рассказал, почему настаивал на встрече. — Как ты знаешь, мы сотрудники тех или иных разведслужб, работаем в подполье, и в нашей жизни есть неписанные законы и правила, начал он. Во-первых, мы все следим друг за другом. Наши доверия к коллегам всегда имеют предел. У каждого есть собственные средства контролировать свою личную безопасность, в том числе и способы оградить свою территорию от вторжений. Мы ставим вокруг мины, потому что другие поступают так же. Так создается равновесие, и все мы можем сообща делать свою работу. К сожалению, я обнаружил, что кое-кто слишком заинтересовался моими компьютерными файлами, кому-то поручено следить за мной, и задание поступило с самого верху. Франс Малон побледнел. Неужели план раскрыт? Ян Клейн холодно посмотрел на него. Я, разумеется, не настолько легкомыслен. Содержание моих файлов никоим образом не раскрывает задачу, которую мы поставили перед собой и которую выполняем. Однако нельзя не учитывать, что достаточно умный человек сумеет сделать выводы, указывающие в верном направлении, и потому дело серьезное. Трудно будет выяснить, кто он, сказал Франс Малон. Отнюдь, ответил Ян Клейн. Я уже выяснил. Франс Малон с удивлением воззрился на него. Я начал искать с конца, пояснил Ян Клейн. Нередко это наилучший способ добиться результата. Я задался вопросом, откуда могло поступить задание. Я очень скоро понял, что по-настоящему мои дела могут интересовать только двоих, двоих, причем на самом верху, президента и министра иностранных дел. Франс Малон открыл рот, собирая что-то сказать, но Ян Клейн остановил его. Погоди, подумай хорошенько и сам увидишь, что это очевидно. В стране объективно существует опасность заговора. Доклерк имеет все основания бояться настроений бытующих в определенных кругах верховного армейского командования. Точно так же он не может целиком рассчитывать на лояльность тех, кто руководит деятельностью разведслужб. Ситуация в стране очень нестабильна. Невозможно ни предвидеть всего, ни рассчитать заранее. Стало быть, потребность в информации чрезвычайно велика. В правительстве есть только один человек, которому президент полностью доверяет. Министр иностранных дел Бота. Как только я пришел к этому выводу, осталось перебрать возможных кандидатов на роль тайного президентского информатора. По причинам, которые объяснять незачем, подробности я опускаю, но в итоге у меня остался один единственный кандидат Питер ван Хейрден. Франц Маланс знал, кто это такой, встречал его несколько раз. Питер ван Хейрден, повторил Ян Клейн. Он информировал президента. Выдавал наши тайные мысли. По-моему, он очень не глуп, Ян Клейн кивнул. Вот именно. И очень опасен. Такой враг заслуживает уважения. Правда, к несчастью у него слабое здоровье. Франц Малон поднял брови. Слабое здоровье. Иной раз трудности разрешаются сами собой. Я случайно узнал, что на следующей неделе он ложится в частную Йоханнесбургскую клинику на небольшую операцию и приятности с простатой. Ян Клейн отхлебнул кофе. Из клиники он не выйдет. Об этом я сам позабочусь. Ведь что не говори, он подбирался ко мне. Он сорвал нос в мои файлы. Оба молчали, пока чернокожий официант убирал со стола. Когда он ушел, Ян Клейн продолжил, я сам решил проблему. Но рассказывать об этом не стану по одной единственной причине. Тебе нужно соблюдать предельную осторожность. Скорее всего, за тобой тоже подглядывают. Спасибо, что предупредил, сказал Франц Малан. Надо срочно проверить обеспечение безопасности. Официант принес счет, Ян Клейн расплатился, а потом обронил. Ну, что ж, давай пройдемся. И ты получишь ответ на тот вопрос. Они сжигали по тропинке, которая вела вдоль крутого берега к высоким обрывистым скалам, давшим название этому месту. В среду Сикоси Цикки вылетает в Швецию, сказал Ян Клейн. По-твоему, он лучший? В нашем списке он стоял вторым. Я полностью ему доверяю. Виктор Мабаша? Думаю, он же мертв. Жду сообщения от Коноваленко сегодня вечером. Самое позднее завтра утром. В Капстаде ходят слухи о большом митинге двенадцатого июня, сказал Франц Малан. Я проверю, может быть, это и будет удобный случай. Ян Клейн остановился. Да, время самое подходящее. Буду держать тебя в курсе. Ян Клейн стоял над морем на краю обрыва. Франц Малан глянул вниз. Далеко в глубине виднелся искореженный автомобиль. Да, машину пока не нашли, сказал Ян Клейн. А когда найдут, обнаружат трех покойников черных. Лет по двадцать пять кто-то застрелил их и столкнул машину в пропасть. Ян Клейн кивнул на всоянку за спиной. По уговору деньги они должны были получить вон там, но выходит не получили. Они повернули обратно. Франц Малан не стал спрашивать, кто раздел со строицей, совершивший налет на ресторан. Некоторые вещи лучше не знать. В самом начале второго Ян Клейн высадил Франца Малана. В расположении одной из воинских частей под Дурбаном они обменялись рукопожатием и поспешно расстались. В приторию Ян Клейн возвращался не по автостраде, а выбрал более спокойные дороги через Наталь. Спешить некуда, к тому же не мешает подвести итоги. На карту поставлено многое и для него самого, и для его единомышленников, и вообще для всех белых вьор. Думал он и о том, что едет сейчас по родным местам Нельсона Манделлы. Здесь он родился, здесь вырос, наверное, и похоронит его тоже здесь. Иногда Ян Клейн сам пугался собственной холодной бесчувственности. Он знал, что таких, как он зовут, фанатиками, но другой жизни себе не мыслил. Беспокойство у него вызывали только две вещи. Во-первых, кошмары, порой мучившие его по ночам, тогда он видел вокруг себя мир одних лишь черных людей и не мог говорить. Слова, слетавшие из губ, превращались в звериные крики, будто вопли гиены. Во-вторых, он, как и всякий другой, не знал, сколько им отпущено времени. Вечной жизни он вовсе не жаждал, но хотел прожить достаточно долго и увидеть, что белые в Южной Африке вновь укрепили свое господство. А там можно и умереть. Но не раньше. Витбанки Клейн сделал остановку, пообедал в маленьком ресторанчике. К тому времени он еще раз обдумал план, все условия и возможные ловушки, и был совершенно спокоен, все будет так, как он наметил. Возможно, идея Франца Малон насчет 12 июня в Капстаде тоже вполне удачна. Около девяти вечера он подъехал к своей просторной вилле на окраине притории, черный ночной охранник от перворота. Последнее, о чем Ян Клейн подумал на грани сна, был Виктор Мабаша. Он уж с трудом вспоминал его лицо. Глава 14 Настроение у Питера Ван Хердена было прескверное. Чувство тревоги, какого-то ползучего страха, он испытывал не впервые. Работа в разведке по своей природе была связана с напряжением и опасностью, но сейчас в палате клиники Брэндхерст, ожидая операции, он, словно, бы оказался беззащитен перед своей тревогой. Частная клиника Брэндхерст располагалась в северном районе Йоханнесбурга, Хилброу. При желании Иван Херден, конечно, мог бы выбрать больницу подороже, но все-таки остановился на Брэндхерсте. Эта клиника славилась высоким медицинским уровнем, квалифицированными врачами и безгоризнным уходом. Хотя палаты были весьма скромные, а здание выглядело довольно обшарпанным, Ван Херден не принадлежал к числу богачей, но зарабатывал более чем достаточно, просто он не любил бы хвалиться. На досуге и в разъездах избегал дорогих гостинец, потому что чувствовал себя там окруженным той особенной пустотой, которая всегда окружала белых южноафриканцев. Именно по этой причине он забарковал все клиники, где лечились самые воскопоставленные из белых. Палата Ван Хердена находилась на втором этаже. Было слышно, как в коридоре кто-то засмеялся, потом мимо двери со скрипом и дребезжанем провезли сервировочный столик. Ван Херден посмотрел в окно. Одинокий голубь сидит на крыше, а небо наливается, глубокое синевой, которое так ему по душе. Недолгие африканские сумерки уходили прочь, темнота быстро густела, а вместе с ней опять вернулась тревога. Был понедельник, четвертое мая. Завтра в восемь утра доктор Плит и доктор Беркович сделают ему несложную хирургическую операцию, после чего надо полагать проблем с мочи и спусканием уже не будет. Операции он не боялся. Врачи, заходившие днем убедили его, что она не опасна и нет никаких причин сомневаться в этом. Через несколько дней он выйдет из больницы, а через неделю другую обо всем забудет. Тревожило его совсем иное, связанное с болезнью лишь отчасти. Он молод, всего тридцать шесть лет, заработал изъян, каким обычно страдают шестидесятилетние мужчины. Неужели успел износиться? состариться раньше времени. Конечно, работа в разведке выматывала, это понятно. Оттого, что он был вдобавок личным секретным информатором президента, постоянное напряжение еще усиливалось. он поддерживал хорошую физическую форму, не курил, спиртное употреблял крайне редко. Тревога, которая, разумеется, косвенно усугубляла болезнь, шла от ощущения, что он совершенно бессилен перед обстановкой царящей в стране. Питер ван Херден происходил из бурской семьи. Вырос он в Кимберли и воспитывался в традициях буров. И соседи, и одноклассники, и учителя тоже были бурами. Отец работал в бурской же компании Дебирс, которая держала монополию на производство алмазов ЮАР и во всем мире. Мать играла в семье обычную роль бурской женщины, покорной мужу, целиком и полностью занятой воспитанием детей и приобщением их к основополагающим религиозным идеям о богоданном миропорядке. Все свое время и силы она отдавала Питеру и четверым другим детям. До двадцати лет, когда он же был на втором курсе Капстатского университета Сталинбосс, у Питера не возникало сомнений в том, правильную он живет. Университет Сталинбосс стал весьма радикальным и, убедив отца позволить мучиться именно там, Питер одержал первую самостоятельную победу. Поскольку он не находил в себе никаких особых талантов и не строил ошеломительных планов на будущее, то прочил себе карьеру чиновника. Идти по стопам отца и посвятить свою жизнь эксплуатации рудников и производства алмазов ему совершенно не улыбался. Он изучал право, причем с удовольствием, хотя никакими особенными успехами и тут не блистал. Все резко переменилось в тот день, когда кто-то из сокурсников предложил съездить в африканское гетто, расположенное в нескольких милях от Капстада. Словно в уступку веянием времени, группа студентов из чистого любопытства побывала в черном предместе. До сих пор радикализм либеральных студентов Сталинбосса носил сугубо словесный характер, и вот теперь произошел драматический перелом. Впервые они заставили себя увидеть собственными глазами. Для Ван Хердена это был самый настоящий шок. Внезапно он осознал, в какой нищете и унижении живут черные африканцы. Утопающие в зелени садов и парков особняки белых и трущобы африканцев казалось принадлежали двум разным мирам. У Питера в голове не укладывалось, как такое возможно в одной и той же стране? Поездка в черное предместе вызвала глубочайшее эмоциональное потрясение. Он впал в задумчивость, друзей странился. Много позже анализируя свои тогдашние ощущения, он сравнил их с ощущениями человека, внезапно обнаружившего ловкую подделку. Но подделкой была не картина на стене, фальшивой оказалась вся его прежняя жизнь, даже воспоминания представлялись искаженными и незастоверными. В детстве у него была чинокожая няня. Самая ранняя, милая память детства, няня берет его на руки и прижимает груди, а ведь она наверняка ненавидела его. Значит, не одни только белые жили в лицемерном лживом мире. Черным африканцам, чтобы выжить, тоже приходилось скрывать свою ненависть к беспредельной несправедливости, которая была их уделом. Мало того, в стране, которая некогда принадлежала им, она была отнята, украдена. Сама почва под ногами, весь этот данный богом, природы и традиции уклад оказался трясиной. Прочная, незыблемая картина сего мира опиралась на позорную несправедливость. Вот что открылось ему в африканском гетто Ланго, расположенном поодоле от белого кап стада на расстоянии приемлемом с точки зрения творцов апартеида. Увиденное затронуло его намного глубже, чем большинство других сокурсников. Пытаясь спорить, он понял, то, что нанесло ему тяжелую душевную травму, у друзей вызвало разве только сентиментальное сочувствие. Он видел грядущую апокалиптическую катастрофу, а друзья толковали о том, что нужно организовать сбор одежды. Экзамен он сдавал, так и не оправившись от этого шока. А когда случайно попал на практику в Кимберли, своим рассказом о поездке в черное гетто довел отца до приступа ярости и понял, что и сам он, и мысли его все более бесприютны. После выпуска ему предложили работу в притории в департаменте ювестиции, он сразу согласился. А так как за несколько лет хорошо себя зарекомендовал, в один прекрасный день его спросили, не хочет ли он перейти в разведслужбу. К тому времени он уже свык со своей травмой, так не найдя способа ее залечить. Его я было расколото пополам. Он умело играл роль проверного убежденного бура, который делал и говорил то, что от него ожидали, но в душе нарастало предчувствие надвигающейся катастрофы. Однажды иллюзия рассыплется в прах, и черные африканцы беспощадно потребуют отмщения. Поговорить ему было не с кем, и жил он одиноко, все более уединенно. Очень скоро он понял, что работа в разведке дает много преимуществ, и теперь можно было заглянуть в политические процессы, о которых общество в целом имело смутное или весьма неполное представление. Когда Фредерик де Клерк стал президентом и официально заявил, что Нельсон Мандела выйдет из тюрьмы и запрет АНК будет снят, Ван Хейерден подумал, что катастрофу быть может все-таки удастся предотвратить. Позорное прошлое не исчезнет никогда, но, может быть, вопреки всему, у ЮАР есть будущее. Президент де Клерк стал для Питера Ван Хейердена кумиром. Понимая тех, кто видел в нем предателей, он не разделял их взглядов. Считал президента де Клерка спасителем Отечества. И, когда был назначен его личным информатором, воспринял это с гордостью. Скоро между ним и де Клерком возникло доверие. Впервые в жизни Ван Хейерден чувствовал, что делает очень важное дело. Снабжая президента информацией, порой вовсе непредназначенной для его ушей, Ван Хейерден помогал укреплять силы, которые построит в стране новое общество без расового угнетения. Вот о чем он думал сейчас в больничной палате клиники Брандхерст. Только когда ЮАР преобразится, когда Нельсин Мандела станет первым ее чернокожим президентом, неизбывная тревога, который терзает его, уйдет прочь. Дверь открылась, вошла африканка-медсестра по имени Марта. Тот, что звонил доктор Плит, сказала она, через полчаса он зайдет взять пункцию костного мозга. Ван Хейрден удивленно посмотрел на нее. Пункция костного мозга сейчас мне тоже показалась странным, но он говорил очень решительно. Вы должны лечь налево и бок прямо сейчас. Лучше не возражайте, ведь рано утром предстоит операция. Доктор Плит знает, что делает. Ван Хейрден кивнул. Он вполне доверял молодому врачу, но время, выбранное для пункции, все равно казалось саму странным. Марта помогла ему лечь так, как надо. Доктор Плит велел лежать, не шевелясь, совершенно спокойно. Я послушный пациент, выполняю распоряжение врачей, да и тебя тоже слушаюсь, верно? С вами нет никаких проблем, улыбнулась Марта. Завтра увидимся, когда проснетесь после операции. Сейчас мне пора домой. Девушка вышла, а Ван Хейрден подумал, что ей еще час с лишним трястись на автобусе. Он не знал, где она живет, но, скорее всего, в Соуэто. Сквозь дремоту он услышал, как дверь отворилась. В палате было темно, горел только ночник возле кровати. В оконном стекле отразился силуэт врача. «Добрый вечер», сказал Ван Хейрден, не двигаясь. «Добрый вечер, Ван Хейрден», послышалось в ответ. Голос принадлежал не доктору Плитту, но Ван Хейрден узнал его. В одну секунду он понял, кто стоит за спиной, и тотчас обернулся. Ян Клейн знал, что, навещая пациентов, врачи клиники Брэнд Херст крайне редко надевают белые халаты. Он вообще знал все необходимое об укладе больничной жизни. Сыграть роль врача трудности не составит. На дежурствах врачи нередко подменяли друг друга, для этого было даже необязательно работать в той же больнице, и пациентов они посещали в самое разное время, особенно накануне операции или после, а уж когда он выяснил, в котором часу медсестер переисменка, план был готов. Машину он припарковал у главного входа, вошел в приемный покой и помахал перед охранниками удостоверением транспортной фирмы к услугам, которые обычно прибегали больницы и лаборатории. Мне надо забрать срочный анализ крови у пациента из второго отделения. Найдешь дорогу? спросил охранник. Я уж бывал здесь, ответил Ян Клейн, нажимая кнопку лифта. Это была чистая правда. Накануне он заходил в клинику с пакетом фруктов в руке, якобы навещал пациента из второго отделения, потому прекрасно знал, как куда пройти. По безлюдному коридору он направился к палате Ванхейрдена. В дальнем конце коридора ночная сестра что-то писала в журнале, Ян Клейн бесшумно подошел к двери, осторожно открыл. Ванхейрден обернулся, но было уже поздно. В правой руке Яна Клейна был пистолет с глушителем, а в левую шакалья шкура. Временами Ян Клейн позволял себе мрачные шутки. К тому же в данном случае шакалья шкура могла направить полицейских, которые будут вести дознание по ложному следу. Офицер разведки, убитый в больнице, да тут вся йоханнесбургская уголовка будет на ушах стоять, начнут искать связь между убийством и работой Ванхейрдена, а его контакты с президентом доклерком только усилят требования раскрыть убийство. Вот почему Ян Клейн решил подбросить полиции ложный след, который наверняка заведет в тупик. Преступники африканцы иногда развлекались, предавая своим преступлениям ритуальные черты, чаще всего, когда убивали с целью грабежа. Размазывать кровь по стенам им было скучно. Обычно они оставляли возле жертв какой-нибудь символ, сломанную ветку, камни, уложены в определенный узор или шкуру животного. Клейн сразу подумал о шакале. Для него Ван Хейрден играл именно эту роль. Использовал чужие знания, чужую информацию и передавал дальше, а зря. Глядя в растерянное лицо Ван Хейрдена, Ян Клейн хрипло произнес «Операция отменяется». Этим он набросил на это лицо шакалью шкуру и трижды выстрелил Ван Хейрдену в голову. Подушка стала чернеть. Клейн сунул пистолет в карман, открыл ящик ночного столика, забрал оттуда бумажник Ван Хейрдена и вышел из палаты. Исчез сон так же незаметно как и пришел. Охрана даже не сумеет толком описать внешность человека, который ограбил и убил Ван Хейрдена. Убийство с целью грабежа. Именно так полиция квалифицировала преступление, как бы сразу списывая его со счетов. Но президента Деклерка это не убедило. Для него смерть Ван Хейрдена стала, его последней информацией, сомнений нет. Заговор существует и те, кто за ним стоит, отнюдь не шутят. Овцы в тумане Глава пятнадцатая В понедельник четвертого мая Курт Валандер был готов сложить в себя ответственность за это знание по делу о гибели Луизы О'Керблум. И дело не в том, что он как полицейский чувствовал себя виноватым, а то что зашел в тупик. Нет, тут совсем другое. Ощущение, которое становилось все сильнее, он, видимо, просто ни на что не способен. В субботу и воскресенье работа вообще замерла, народ в отъезде, никого не найдешь. От криминологического центра ничего добиться невозможно. Полнейшее бездействие за одним единственным исключением. Розыски неизвестного преступника, который застрелил в Стокгольме молодого полицейского, продолжались очень интенсивно. до знания по делу о гибели Луизы Оккерблум стояло бездвижения. Вечером в пятницу Бьорк свалился с тяжелым приставом желчно-каменной болезни и попал в больницу. В субботу утром Валандер навестил начальника, чтобы получить указание. Затем он вместе с Мартинсоном и Светбергом устроился в комнате для свящаний. Сегодня и завтра Швеция не работает, начал Валандер. Результатов экспертиз, которые мы также ждем раньше понедельника не получить. Поэтому в ближайшие два дня еще раз проанализируем весь собранный материал. Кроме того, тебе, Мартинсон, не мешает побыть дома с семьей. Подозреваю, что на той неделе придется здорово потеть. А перво-наперво напряжем мозги прямо сейчас с утречка. Пройдем все-таки с самого начала. «Еще вовы должны ответить мне на один вопрос. Обязательно». Он немного помолчал. «Я понимаю, это не очень по-полицейски, но сказать по правде с первого дня я не могу отделаться от ощущения какой-то странности. Точнее, это выразить не могу. И я хочу узнать, нет ли у вас такого же впечатления. что в этом деле обыкновенная логика начисто отсутствует? Валандер ждал, что они удивятся, но, может быть, воспримут его слова с недоверием, но, как выяснилось, Светберг и Мартинсон чувствовали то же самое. «Я ни разу не сталкивался с чем-либо подобным», сказал Мартинсон. «Опыта у меня понятно куда меньше, чем у тебя, Курт. Но, признаться, перед этой неразберихой просто руки опускаются». «Сперва мы ищем убийцу у женщины, но чем глубже копаем, тем непонятнее становится, почему ее убили». «В конце концов создается такое впечатление, что ее смерть событие наперевеличивает совсем другого, много большего». «Я всю неделю плохо спал, а это не в моих привычках». Валандер кивнул и посмотрел на Святберга. «Ну, что я могу добавить?» начал тот и поскреб Плеш. «Мартинсон же все сказал, и куда лучше меня. Вот вчера я пришел домой и составил список. Мертвая женщина, колодец, черный палец, взорванный дом, радиопередатчик, пистолет, юар, а потом час с лишним сидел и тупо смотрел на этот список, как на ревус. «Мы делаем вид, будто не замечаем, что в этом дознании концы с концами явно не сходятся. Мне все время кажется, будто я топчусь в непроглядной темноте. Раньше так не бывало». «Вот именно это я и хотел узнать», сказал Валандер. «По моему, очень важно, что это дело вызывает у нас одинаковые ощущения. И все-таки давайте прикинем, нельзя ли проникнуть в эту темноту, о которой толкует Светберг». Потратив без малого три часа, они тщательно проанализировали каждый шаг до знаний и в итоге пришли к выводу, что никаких серьезных просчетов пока не допустили. «Однако ни единой новой зацепки не нашлось». «Мягко говоря, все совершенно неясно», подтожил Валандер. «Единственная реальная зацепка это черный палец». Далее. «Вне всякого сомнения человек без пальца есть, конечно, убийство его рук дело, орудовало не в одиночку. Альфред Хансен сдал дом вовсе не африканцу, это нам точно известно. Но кто такой этот мнимый Нордстрём, который выложил ему на стол десять тысяч, мы не знаем. Как не знаем и для какой цели им понадобился дом? Что ж до связи этих людей с Луизой Оккерблум, со взорванным домом, радиопередатчиком и пистолетом тут у нас сплошь неподтвержденные и смутные догадки. А дознания, которые дают пищу догадкам, но не логики мышления, эта штука рискованная. Как бы там ни было, наиболее правдоподобной представляет сейчас такая версия. Луиза Оккерблум увидела что-то, чего не должна было видеть. Но кто столь хладнокровно совершил над ней расправу? Вот, что нам надо выяснить. В комнату заглянула уборщица. Не сейчас, отмахнулся Валандер. Дверь опять закрылся. Я, пожалуй, займусь поступившими сообщениями, сказал Святберг. Если понадобится помощь, дам знать. До другого руки наверняка не дойдут. Имеет смысл разобраться до конца и со Стигом Густавсоном, сказал Мартинсон. Первонаперво проверю его алиби, насколько это возможно в такой день. Если понадобится, съезжу в Мальмо, но сначала постараюсь разыскать цветочника Форсгорда, с которым Густавсон якобы разговаривал в уборной. Мы расследуем убийство, сказал Валандер, поэтому ищите, плюньте на то, что все торчат на даче и хотят покоя, плюньте. В пять решено было встретиться и подвести итоги. Валандер сходил за кофе, устроился у себя в кабинете и позвонил домой Нюбергу. Заключение получишь в понедельник, сказал тот. Самое важное ты уже знаешь. Нет, возразил Валандер, я по-прежнему не знаю, почему дом сгорел дотла. Причина пожара мне неизвестна. А почему ты не спросишь у Брандмейстера? Может, у него есть объяснение? Мы это пока не закончили. Я-то думал, мы работаем сообща, с досадой, сказал Валандер. Пожарные и полиция или есть новые инструкции, которых мне неизвестно? Ну, однозначного объяснения у нас нет, сказал Нюберг. А ты сам что думаешь? И что думают пожарные, как считает Петер Эдлер? Рвануло так, что от взрывного устройства ничего не осталось. Мы полагаем, что произошла целая серия взрывов. Ну, нет, сказал Валандер. Грохнуло один раз. Я не совсем то имел в виду, терпеливо пояснил Нюберг. При известной сноровке можно устроить десяток взрывов за одну секунду. Речь идет о цепочке, когда заряды взрываются один с другим с промежутком в десятую долю секунды. От этого эффект невероятно возрастает, потому что меняется давление воздуха. Валандер лихорадочно размышлял. Здесь поработали отнюдь не дилетанты, безусловно. А другое объяснение пожара можно найти? Вряд ли. Валандер глянул в свои записи и задал следующий вопрос. Насчет радиопередач, есть что-нибудь? Ходит слухи, что он российского производства. «Это не слухи», сказал Нюберг. «Мне удалось это подтвердить с помощью военных». «И какие-то делаешь выводы?» «Никаких. Военных очень интересует, как он мог попасть в нашу страну. Загадка, да и только». «Ну, а рукоять пистолета?» «Ничего нового. Может, еще что-нибудь откопал?» «Да нет, заключение не содержит сенсаций». Валандер попрощался. А затем сделал то, что задумал во время совещания. Набрал номер управления государственной полицией в Стокгольме и просил соединить с комиссаром Лувеном. Они познакомились год назад, когда расследовали дело о плоте с двумя трупами, которое прибило к пляжу Мосбю. И хотя проработали вместе лишь несколько дней, Валандер понял, что у Лувен следователь очень толковый. «Комиссара Лувена сейчас нет». ответила телефонистка. «Это комиссар Валандер из Истада. У меня чрезвычайно важное дело. Оно касается полицейского, убитого в Стокгольме несколько дней назад». «Я постараюсь разыскать комиссара Лувена», ответила телефонистка. «Дело чрезвычайно важное», повторил Валандер. «Ровно через двенадцать минут Лувен подошел к телефону. Валандер, надо же! Я буквально на днях вспоминал тебя, когда читал про убийство той женщины. Как идут дела? Медленно. А у вас? Мы его возьмем», сказал Лувен. «Рано или поздно мы находим тех, кто стреляет в наших». «Ты что-то хотел рассказать насчет этого? Пожалуй». «Дело вот в чем». «Та женщина была убита выстрелом в лоб, как танкблат. Думаю, надо бы срочно сопоставить пули». «Да, конечно». «Но этот незнакомец стрелял через ветровое стекло, а за стеклом лицо различить трудно. Нужно быть настоящим снайпером, чтобы попасть точно между глаз человеку в движущемся автомобиле. Хотя ты, разумеется, прав. Нужно провести экспертизу». «Приметы у вас есть?» Ответ последовал незамедлительно. «После убийства он угнал машину молодой парочки. К сожалению, они так перепугались, что описывает его наружность весьма противоречиво. Они случайно не слышали, как он говорит. Вот тут их показания сходятся. Он говорил с каким-то иностранным акцентом». Веландер почувствовал, как нервы напряглись до предела. Он рассказал Лувену о разговоре с Альфредом Хансеном и о человеке, который за десять тысяч крон снял заброшенный дом. «Это безусловно надо учесть», сказал Лувен, когда Веландер закончил. «Хотя звучит странно, а в этом деле все странно. В понедельник я бы мог приехать в Стокгольм, подозревая мой африканец там. Возможно, он замешан в истории со слезогонкой на дискотеке в Сёдер Мальме». Веландер вспомнил, что накануне читал об этом выстатс Алиханда. «Расскажи-ка подробнее», просил он. «Да кто-то бросил газовые гранаты в Сёдер Мальмском клубе, в дискотеке, где обычно много африканцев. Раньше там никаких неприятностей не случалось, и вот, пожалуйста, добавок была перестрелка. Ты присмотри с к этим пулям, их тоже надо отдать на экспертизу». «По-моему, в этой стране один единственный пистолет». «Да нет». «Просто я ищу связи, неожиданные связи». «Ладно, я распоряжусь. Спасибо за звонок. Я о твоем приезде группе розыска сообщу». Как и договаривались, в пять они собрались снова. На этот раз совещание было очень коротким. Мартинсон сумел подтвердить большую часть показаний Стига Густавсона, который был теперь практически вне подозрений. Но Валандер еще сомневался, сам не зная почему». «Мы не будем полностью его исключать», решил он. «Сперва еще раз внимательно просмотрим все связанное с этим». «А что, собственно, ты рассчитываешь найти?» удивился Мартинсон. Валандер пожал плечами. «Сам не знаю. Просто беспокоюсь, не рано ли мы его отпускаем». Мартинсон хотел бы возразить, но передумал. Он очень уважал мнение и интуицию Валандера. Светберг перекопал целую гору сообщений, поступивших в полицию по телефону, но не нашел ничего, что проливало бы новый свет на убийство Луизо Керблум или на взрыв дома. «Ведь кто-то должен был видеть африканца, у которого не хватает пальца на руке», заметил Валандер. «А может, он вообще не существует», сказал Мартинсон. «Палец-то существует», возразил Валандер. «Не у привидений же его отрубили». Потом Валандер коротко доложил о своих изысканиях. Помощники согласились, что ему стоит съездить в Стокгольм, как неневероятно могла существовать связь между смертью Луизы Акерблум и убийством Тенкблада. Под конец они просмотрели список наследников владельцев взорванного дома. «Ну, с этим можно подождать», сказал Валандер. «Вряд ли мы тут найдем полезную зацепку?» Отправив Светберга и Мартинсона по домам, он позвонил прокурору Перу Оккисону и коротко доложил о положении дел. «Никуда не годится, если мы не сумеем вскоре раскрыть это убийство», сказал прокурор. Валандер не мог с этим не согласиться. «Они решили встретиться утром в понедельник и внимательно проанализировать все, что сделано до сих пор». «Понятно». Оккисон опасается, как бы его впоследствии не раскритиковали за небрежность в расследовании. Закончив разговор, Валандер погасил настольную лампу и вышел из управления. Сел в машину и проехал к больничной парковке. Бьерку полегчало, в понедельник он рассчитывал выписаться. Выслушав Валандера, он тоже сказал, что в Стокгольм съездить стоит. «Раньше такой был спокойный округ», сказал Бьерк, когда Валандер собирался уходить. «Никаких примечательных событий, а теперь его будто подменили». «Не только его», заметил Валандер. «Ты говоришь о совсем других временах». «Старею», вздохнул Бьерк, «не ты один», ответил Валандер. Эта фраза так и вертелась у него в голове, когда он вышел из больницы. Было почти полседьмого, и он здорово проголодался. Мысль о том, чтобы стоять дома у плиты, вызывала отвращение, и он быстро решил поужинать в городе. Съездил домой, принял душ, переоделся, потом попробовал дозвониться в Стокгольм своей дочери Линди. Долго слушал гудки и в конце концов повесил трубку. Спустился в подвал, записался на стирку, потом пешком зашагал в центр. Ветер утих, но было весьма свежо. Старею, думал Валандер, всего-то сорок четыре года, а уж чувство износ. Эти мысли вдруг разбудили в нем злость к жизни. От него самого зависит, чувствовать ему себя прежде времени стариком или нет. И работа, и пятилетней давности развод тут ни при чем. Главное изменить положение. Но вот как? Выйдя на площадь, он прикинул, где бы поесть, и в припадке щедрости выбрал Континенталь. Спустился вниз по Хамнгаттан, на миг задержался у витрины магазина электротоваров и пошел дальше к гостинице. Кивнул девушке администратору, заодно вспомнив, что она училась в одном классе с его дочерью. Ресторан был почти пуст, на миг Велландер даже рассердился сидеть в одиночестве в пустом зале, это уж чересчур, но все-таки сел за столик, раз решил, ничего менять не будет. Перемена в моей жизни начнется завтра, подумал он и скривился. Когда речь шла о собственной жизни, он всегда отодвигал самое главное на будущее, а вот в работе упорно следовал противоположному принципу. Важное прежде всего двойственность натуры, никуда не денешься. Он сидел в той части ресторана, что относилось к бару. Молодой официант подошел к столику, спросил, что он будет пить. Лицо официанта показалось Валандеру смутно знакомым, но он не помнил, где его едил. Виски безо льда, но отдельно стакан воды. Он выпил виски, как только его подали, и сразу заказал еще. Охота на пицца нападала на него крайне редко, и сегодня был как раз такой случай. После третьего стакана Валандер вспомнил, кто этот официант. Несколько лет назад он допрашивал этого парня в связи со взломами и угоном автомобиля, потом тот был арестован и получил срок. Значит, с ним все в порядке, думал он, и я не стану напоминать им о прошлом. Может, ему вообще лучше, чем мне, если учесть ситуацию. Выпивка подействовала незамедлительно. Немного погодя, он пересел в другую часть ресторана, заказал закуску, горячий и десерт, выпил за ужином бутылку вина, а за кофе дверем коньяку. В половине одиннадцатого Валандер вышел из ресторана, к тому времени в голове уже изрядно шумело, но он не подумал идти домой. Прошел на стоянку такси напротив площади Бусторг и поехал в единственный на весь город Дансинг. Там оказалось на удивление много народу, и он с трудом отыскал мест за столиком в баре, а потом пил виски и танцевал. Танцор он был неплохой и выходил на танцпол вполне уверенно. Модные шведские шлягеры настроили его на сентиментальный и чуть ли не слезливый лад. Он тотчас влюблялся в каждую женщину, с которой танцевал, и с каждой воображал себе продолжение дома в своей квартире. Но мечтанием скоро пришел конец. Он вдруг почувствовал себя плохо и едва успел выбежать на улицу и там его вырвало. Назад он не вернулся, побрел в город. Дома содрал себе одежду и нагишом стал перед зеркалом. — Курт Валандер, — сказал он, — вот она твоя жизнь. Потом решил позвонить в Ригу Бабе Лепе. Уже третий час ночи, он прекрасно понимал, что звонить не стоит, но все равно он набрал номер и долго слушал глутки. Наконец она ответила. А он вдруг сообразил, что сказать ему нечего, и все английские слова куда-то подевались, к тому же ночной звонок явно разбудил и напугал. Потом он сказал, что любит ее. Сперва она не расслышала, а когда расслышала, поняла, что он пьян. Валандер сам чуял, что этот звонок ужасная ошибка, и извинился и положил трубку. Прошел на кухню, достал из холодильника полбутылки водки, и хотя чувствовал себя по-врежнему мерзко, через силу выпил все до капли. Чуть свет он проснулся на диване в гостиной с жутким похмельем, надо бы еще полбеды. Самое ужасное, что его грызла совесть за разговор с Байбой Лепой. При мысли об этом он застонал, шатаясь, добрел до спальни, забрал с поддеяло и принудил себя ни о чем не думать. Встал он, когда полдень давно миновал, сварил кофе, сел перед телевизором и стал смотреть все подряд. Отцу звонить раздумал дочери тоже. Около из семи разогрел тушеную рыбу, больше морозилки ничего не нашлось, потом опять вернулся к телевизору, отчаянно, стараясь выкинуть из головы мысли о ночном разговоре. В одиннадцать принес снотворное, лег и с головой укрылся одеялом. Завтра, завтра все будет хорошо, думал он, я позвоню ей и все объясню, или напишу письмо, или сделаю еще что-нибудь. Понедельник, четвертое мая, оказался однако совершенно не таким, как рассчитывал Валандер. События вдруг помчали и стремительно опережая друг друга. Около половины восьмого едва он вошел в кабинет, зазвонил телефон. Это был Лувен из Стокгольма. В городе ходит слух насчет заказа какого-то африканца. Главная его примета повязка на левой руке. Лишь секунду спустя Валандер сообразил, о каком заказе толкует Лувен. Черт, вот это да! Так я и думал, что ты это скажешь, заметил Лувен. Еще я хотел узнать, когда ты приедешь, мы тебя встретим. Пока не знаю. После полудня, не раньше. У Бьорка, если ты его помнишь, камни в желчном пузыре, поэтому сперва мне надо разобраться здесь. Перезвоню, как только все решится. Ладно, ждем. Валандер положил трубку, как снова звонил телефон, и одновременно в кабинет вошел Мартинсон, возбужденно размахивая какой-то бумажкой. Валандер жестом предложил ему сесть и снял трубку. Звонил патологоанатом из Мальмё, Хёгберг, который проводил судебно-медицинское вскрытие тела Луиза Акерблум. Валандер не первый раз сталкивался с ним и знал, что Хёгберг человек дотошный. Придвинув к себе блокнот, он сделал знак Мартинсону «Дай ручку». «Изнасилование полностью исключено», сказал Хёгберг. Разве что насильник пользовался презервативом, и все произошло тихо, мирно. Никаких следов, указывающих на иные насильственные действия, тоже нет. Только ссадины. Но они, вероятно, появились в результате падения тела в колодице. Следов от наручников ни на запястьях, ни на щиколотках не обнаружено. Ее просто застрелили, и все, сказал Хёгберг. «Мне срочно нужна пуля», сказал Валандер. «Пришлю в первой половине дня. Но заключение, понятно, придется еще подождать. Спасибо за звонок». Валандер положил трубку и повернулся к Мартинсону. «Луиза Акерблум не была изнасилована. Значит, преступление на сексуальной почве можно исключить». «Ага, теперь и это известно», сказал Мартинсон. «А еще мы знаем, что палец указательный с левой руки принадлежит африканцу, скорее всего, человеку лет тридцати с небольшим. Так написано вот в этом факте, который только что пришел из Стокгольма. Интересно, как они умудряются получать такие точные сведения?» «Понятия не имею», ответил Валандер. «Но чем больше мы знаем, тем лучше. Если Светберг уже пришел, посовещаемся, не откладывая. После обеда уезжаю в Стокгольм. Кроме того, вдвое обещал устроить пресс-конференцию. Шурналистами займетесь вы со Светбергом. Если будут важные новости, позвонишь мне в Стокгольм». «Вот Светберг обрадуется, когда узнает. Ты уверен, что не сможешь выехать попозже?» «Совершенно уверен». Валандер встал. «Я слыхал, ребята из Мальмё взяли Мураля», сказал Мартинсон, когда они вышли в коридор. Валандер недоуменно взглянул на него. «Кого-кого?» «Мураля, скупщика краденого из Мальмё, но который торговал колонками». «А вон ты о ком рассеянно», сказал Валандер. «Понятно». Он прошел в дежурку, попросил Эбу заказать билет на самолет часа на три, а кроме того забронировать номер гостиницы «Сентраль» на Стокгольмской Вааса-Гаттон. Там сравнительно недорого. Затем вернулся в кабинет и взялся было за телефон, собираясь позвонить отцу, но раздумал, словно опасался испортить себе настроение. Сегодня ему потребуется максимальная сосредоточенность, и тут вдруг у него возникла идея. Надо попросить Мартинсона позднее позвонить в Лёдруб, передать привет и сказать, что ему пришлось срочно вылететь в Стокгольм. Может, отец хоть тогда уразумеет, что у него куча важных дел. Валандер повеселел. Хорошая идея. Может, на будущее пригодится. Без пяти-четыре Валандер приземлился в Орланде под моросящим дождем, прошел через похожий на ангар здание аэровокзала и увидел, что у дверей ждет Лувен. У Валандера болела голова. День выдался крайне напряженный. Почти два часа он просидел у прокурора. Пер Оккессон задал кучу вопросов и сделал ряд критических замечаний. Но как ты объяснишь прокурору, что, выбирая приоритеты, полицейский порой вынужден полагаться на чутье? Оккессон нашел в их отчетах массу погрешностей. А Валандер защищал дознание и под конец атмосфера стал весьма раздраженный. Потом Валандер съездил домой, побросал в сумку кое-что из одежды и Петер отвез его на аэродром в стуруп. Из дома он наконец-то позвонил дочери. Линда обрадовалась, что он приезжает, по голосу было слышно. Они договорились, что вечером он позвонит еще раз в любое время. И только в самолете, набиравшем высоту, Валандер понял, что он голоден как волк. Сасовские бутерброды были первые, что он съел за весь день. В машине по дороге на Кунгсхольмен в Главное управление Валандер узнал подробности розысков убийцы Танкблада. Лувен и его команда явно не имели четкого следа и вели розыск, собственно, лишь потому, что не могли сидеть сложа руки. Рассказал Лувен об инциденте с газовыми гранатами на дискотеке. Судя по всему, это либо серьезное хулиганство, либо акт мести, но и здесь надежные зацепки отсутствовали. Под конец Валандер спросил про заказ. Для него это явление современной действительности было новым пугающим. Возникло, но в последние годы, пока отмечалось лишь в трех крупнейших городах страны, но он не обольщался, скоро и у них начнется. Заказчик и киллер заключали договор на убийство людей, попросту вступали в сделку. Ярчайшее свидетельство тому, думал Валандер, что насилие в обществе приобретает совершенно немыслимый размах. «Наши люди выясняют, о чем конкретно идет речь», сказал Лувен, когда они приезжали с северные кладбища на окраине Стокгольма. «У меня концы с концами не сходятся», вздохнул Валандер, «как в прошлом году с тем платом без связной обрывки». «Вся надежда на криминалистов», сказал Лувен, «может, выжмут что-нибудь из пуль». Валандер похлопал себя по карману. Там была пуля, убившая Луизу Оккерблум. Из подземного гаража управления они на лифте поднялись в оперативный центр, который координировал мероприятие по розыску убийцы Танкблада. Войдя в помещение, Валандер вздрогнул. «Столько там было полицейских! Больше пятнадцати человек уставились на него!» «Да, не то, что в Истаде!» Лувен представил его, в ответ все невнятно поздоровались. Руководил операцией невысокий лысоватый мужчина лет пятидесяти по имени Стенберг. Валандер вдруг занервничал, решил, что плохо подготовился. Вдобавок, он не был уверен, что они поймут его сконский диалект. Однако сел за стол и рассказал о случившемся. Отвечая затем на вопросы, он убедился, что, имея дело с опытными исследователями, которые очень быстро вникали в ситуацию, подмечали слабые места и умели задать правильные вопросы. Совещание затянулось на два с лишним часа. Наконец, когда все здорово устали, а Валандер даже попросил таблетку от головной боли, Стенберг подвел итог и в заключение сказал, «Надо срочно провести баллистическую экспертизу. Но если выяснится, что оружие одно и то же, значит, все запутывается еще больше, это уж точно». Кое-кто скривил губы, но большинство мрачно смотрело в пространство. Только в восьмом часу Валандер вышел из управления, Лувен подвез его на Ваасагатан. «Не заблудишься один?» спросил Лувен, высаживая его в гостинице. «У меня дочка тут в городе», ответил Валандер. «А, кстати, как называется та дискотека, где бросились ли загонку?» «Аврора», ответил Лувен. «Но вряд ли заведение в твоем вкусе». «Да уж, конечно». Лувен кивнул на прощание и уехал. Валандер взял у администратора ключ, устояв перед искушением наведаться в какой-нибудь бар по соседству. Воспоминание о субботне вечере в Истаде было еще чересчур свежо. Он поднялся в номер, принял душ, сменил рубашку, часок полежал на кровати, чтобы отдохнуть, потом разыскал в телефонном справочнике адрес Авроры, и без четверти девять вышел из гостиницы. Перед уходом он хотел было позвонить дочери, но в конце концов решил повременить. Визит в Аврору вряд ли займет много времени. К тому же Линда по натуре сова. Он пересек улицу, сел у центрального вокзала в такси и назвал Седор-Мальмский адрес. По дороге он задумчиво рассматривал город за окном. Где-то здесь живет его дочка Линда, еще где-то сестра Кристина, и где-то здесь, наверное, прячет среди домов людей африканец, у которого на руке не хватает указательного пальца. На левой руке. Внезапно, но стало не по себе. Вот-вот-вот что-то произойдет. Что-то, чего уж теперь надо бояться. На миг перед глазами мелькнуло улыбающееся лицо Луиза Оккерблум. Что она успела понять, думал он, а осознал лишь, что умрет. Лестница вела с тротуара к черной железной двери, над которой горела грязная неоновая вывеска. Часть букв погасла. Валандер толком не знал, почему, собственно, решил наведаться на то место, где несколько дней назад были брошены газовые гранаты. Но он не вправе упускать ни малейшие возможности найти африканца с отрубленным пальцем, иначе так будет ощупь и топтаться во мраке. Он сбежал вниз по лестнице, толкнул дверь и очутился в темном зале, где в первую минуту вообще едва различал детали. Негромкая музыка лилась из динамика под потолком накурена. Сначала ему показалось, что он здесь один, но мало-помалу в углу блеснули белки глаз, проступили темные силуэты и стойка бара, освещенная чуть поярче остального помещения. Когда глаза привыкли, он подошел к бару, заказал пиво. Нагло обритый бармен подал пиво и сказал, нам помощь не нужна. Воландер не понял, что он имеет в виду. У нас тут своя охрана. Воландер удивился. Надо же, парень догадался, что я полицейский. Откуда вы знаете, что я полицейский? Спросил он и тот же разозлился на себя за этот вопрос. Профессиональный секрет. Воландер чувствовал, что злится. Наглая самоуверенность бармена раздражала его. У меня есть несколько вопросов, раз уж вы знаете, кто я, представляться незачем. Я очень редко отвечаю на вопросы. На сей раз придется, иначе пеняйте на себя. От неожиданности бармен оторопел. Ну, может, отвечу. Здесь бывает много африканцев. Им нравится это место. Я ищу африканца с весьма особой приметой. Какой же? У него не хватает пальца. На левой руке. Валандер ожидал чего угодно, но только не смеха, а бармен расхохотался. Что здесь смешного? Вы второй, сказал бармен. Второй? Про него уже спрашивали. Вчера вечером заходил один хмырь, тоже пытал, не видел ли я африканца с покалеченной рукой. Валандер на миг задумался, потом задал следующий вопрос. Что вы ему ответили? Нет, нет, я не видел человека без пальца. Точно, точно. А кто спрашивал? Никогда раньше его не видел. Бармен принялся протирать стаканы. Валандер чувствовал, что он врет. Спрашиваю еще раз. Ну, только один раз. Мне больше нечего добавить. Кто это был? Я же сказал, не знакомец. Он говорил по-шведски. Вроде как. Что вы имеете ввиду? Ну, не так, как мы с вами. Это уже лучше, подумал Валандер. Только мне соболос. Как он выглядел? Не помню. Если я не получу ответ, то пеняйте на себя. Обгровенный. Черная куртка, светлые волосы. Валандер вдруг почувствовал, что Бармен боится. Нас никто не слышит. Даю слово о том, что вы мне сказали, никто не узнает. Кажется, его зовут Коноваленко. Пиво за мой счет, если вы сейчас же уйдете. Коноваленко, вы уверены? Разве в этом мире можно быть в чем-то уверенным? Валандер вышел из дискотеки и, на счастье, сразу поймал такси. Сел на заднее сиденье и назвал адрес гостиницы. В номере он хотел было сразу позвонить дочери, но передумал лучшее завтра утром. Потом он долго лежал без сна. Коноваленко. Имя. Приведет ли оно его куда нужно? Сколько ж всего произошло с того утра, когда Роберт Окерблум появился у него в кабинете? Заснул он только на рассвете. Глава шестнадцатая На следующее утро, придя в управление, Валандер узнал, что Лувен уже совещается с оперативниками, занятыми розыском убийцы Танкблада. Он взял в автомате чашку кофе и из кабинета Лувена позвонил в Истат. Немного погодя, Мартинсон снял трубку и спросил, как дела. Я сейчас сосредоточился на одном человеке. Видимо, русском, по фамилии Коноваленко, ответил Валандер. Ты никак отыскал еще одного прибалта? спросил Мартинсон. Пока неизвестно настоящая эта фамилия. И вправду ли он русский? Может, и швед? Альфред Хансен помню, сказал, что человек, который снял дом, говорил с акцентом. Вот именно. Но я не уверен, что это был Коноваленко. Почему? Такое у меня ощущение. Все это дело переполнено ощущениями. И это мне отнюдь не нравится. Вдобавок Хансен говорил, что этот человек был очень толстый. Внешность не сходится с описанием убийцы Танкблада. Если это одно лицо. А как сюда вписывается африканец без пальца? Валандер быстро рассказал о своем вчерашнем визите в Аврору. Может быть, тут все же что-то есть, сказал Мартинсон. Как я понимаю, ты пока задержишься в Стокгольме? Да, задержаться необходимо, по крайней мере, еще на день. Выстади все спокойно. Роберто Керблум через пастора Туррессона спрашивал, когда можно похоронить жену. Но ведь, кажется, никаких препятствий нет. Бьорк велел спросить у себя. Вот ты спросил. Как там погода? В каком смысле? Как положено, апрельская, капризная, и, увы, далеко не тепло. Ты не мог бы позвонить моему отцу и сказать, что я еще в Стокгольме? Последний раз, когда я ему звонил, он пригласил меня заехать, но у меня не было времени. Позвони. А, не в службу, а в дружбу. Конечно, прямо сейчас позвоню. Валандер попрощался и сразу набрал номер дочери. Когда Линда сняла трубку, он понял, что она еще не вполне проснулась. Ты же хотел позвонить вчера, сказала она. Заработался допоздна. Я могу встретиться с тобой в первой половине дня. не получится. Ближайшие часы я буду чертовски занят. Ты что, не хочешь повидаться? Ты отлично знаешь, что я хочу. Я позвоню попозже. Валандер быстро положил трубку, потому что в кабинет тяжелой походки вошел Лувен. Дочь наверняка обиделась. А почему собственно ему не хотелось, чтобы Лувен слышал разговор с Линдой? Он и сам этого не понимал. Ну и видик у тебя, сказал Лувен. Ты что, ночь не спал? Наоборот, переспал, уклончиво ответил Валандер. А это ничуть не лучше. Как дела? Пока ничего нового. Но мы прорвемся. Есть вопрос, сказал Валандер, но решил до поры до времени помалкивать о вчерашнем визите в Аврору. Коллеги в Истаде получили анонимное сообщение, что в убийстве танк Блада возможно замешан русский по фамилии Коноваленк. Лувен нахмурился. Думаешь, стоит отнестись к этому всерьез? Пожалуй. Тот, кто передал сообщение, как будто хорошо информирован. Вообще-то, помолчав, сказал Лувен, у нас хватает неприятностей с русскими преступниками, которые в последнее время валом валят в Швецию, и понятно, что с годами эта проблема вряд ли упростится, поэтому мы попробовали составить что-то вроде картотеки. Некоторое время он перебирал папки в шкафу наконец-то нашел, что искал. Вот, Рыков. Если в городе есть некий Коноваленко, Рыков должен его знать. Почему? По слухам, он превосходно информирован обо всем, что происходит среди иммигрантов. Давай съездим к нему, Лувен протянул папку Валандеру. Возьми и почитай, очень любопытно. Я могу и один съездить, сказал Валандер. Вдвоем совсем не обязательно, Лувен пожал плечами. Мне же лучше. Что ни говори, в деле Тенкблада есть и другие зацепки. Хотя следствие продвигается небыстро. Кстати, криминалисты считают, что вашу женщину в сконы застрелили из того же оружия. Но вполне однозначно, конечно, утверждать нельзя. Предположительно, из того же. С другой стороны, неизвестно, находилось ли это оружие в одних и тех же руках. До Халунды Валандер добрался только в первом часу. К тому времени он успел пообедать в каком-то мотеле, а заодно прочитал луиновские материалы о человеке по имени Владимир Рыков. Отыскав нужный дом, он немного постоял, осмотрелся и сразу же заметил, что почти никто из прохожих не говорит по-шведски. Вот здесь зарождается будущее, подумал он. Ребенок, который здесь вырастет и, возможно, станет полицейским, накопит совсем иной опыт, чем я. Он вошел в подъезд и нашел в списке жильцов имя Рыков, вызвал лифт. Открыла ему женщина. Валандер тотче заметил настороженность в ее глазах, хоть она и не знала еще, что она с полицией. Рыков, сказал он, предъявив удостоверение, у меня есть к нему несколько вопросов. О чем? Говорит с акцентом вератный рон, откуда-то из Восточной Европы. Об этом я поговорю с ним. Он мой муж? Он дома? Я скажу ему. Женщина скрылась за дверью, вероятно, в спальне. Валандер огляделся. Обстановка дорогая, а все же оставляет впечатление временности. Словно, живущие здесь люди готовы в любую минуту сняться с места. Дверь отворилась, вышел Владимир Рыков. Он был в халате, опять-таки, явно дорогом, волосы у него были спутаны, и Валандер подумал, что он, наверное, спал. В рукаве тоже чувствовалось настроженность. Внезапно Валандер осознал, что он, наконец-то, к чему-то приблизился. Это что-то сдвинет с мертвой точки следствие, начавшее с обезмалого две недели назад, когда Роберт Окерблум пришел к нему и сообщил о пропаже жены. Следствие, до сих пор тонувшее во множестве разрозненных путанных следов, которые пересекали друг друга, не давая ему продвинуться вперед. Такое чувство он испытывал и в прежних делах. Чувство, что стоишь на пороге прорыва, и зачастую оно его не обманывало. Я очень сожалею, что пришлось вас побеспокоить, но у меня к вам есть несколько вопросов. О чем же? Рыков так и не предложил ему сесть и говорил резко, неприязнно. Валандер решил перейти прямо к делу. Сел он на стул и жестом попросил Рыкова его жену сделать тоже. Насколько мне известно, вы приехали сюда как иранский беженец, начал Валандер. А в семидесятые годы получили шведское гражданство. Впрочем, имя Владимир Рыков звучит отнюдь не по-ирански. Это мое личное дело. Валандер пристально смотрел на него. Конечно, но в определенных обстоятельствах вопрос с гражданством в нашей стране можно пересмотреть. Например, если данные, на основе которых власти приняли решение, окажутся фальшивкой. Вы мне угрожаете? Вовсе нет. Чем вы занимаетесь? Я владелец туристического бюро. Название? Рыков туристические услуги. С какими странами вы сотрудничаете? С разными? Ну, например, Польша, а еще Чехословакия. Дальше. Господи, куда вы клоните? Ваше турбюро зарегистрировано в губернском управлении как частная фирма. Но, судя по данным налогового ведомства, последние два года вы не подавали декларации. Поскольку я предполагаю, что фальшивых деклараций вы не подаете, сей факт должен означать, что в последние годы ваше турбюро не функционировало. Рыков торопел и смотрел на него. Мы живем на доходы прошлых удачных лет, вмешалась его жена. Нет такого закона, который требует постоянно работать. Совершенно верно, согласился Валандер. И все же большинство людей работает по разным причинам. Женщина закурила. Валандер видел, что она нервничает. Мур смотрел «Она демонстративно встала и открыла окно». Удалось это не сразу. Валандер даже хотел ей помочь, но в конце концов она справилась с неподатливой рамой. «У меня есть адвокат, который занимается всеми проблемами фирмы», сказал Рыков, тоже явно нервничем. «Интересно, от злости или от страха?» подумал Валандер и продолжил. «Давайте расставим точки над «и». К Ирану вы имеете столь же отдаленные отношения, как и я. Вы родом из России. Лишить вас шведского гражданства невозможно, и я здесь вообще не по этому поводу. Вы русский Рыков и знаете, что происходит в эмигрантских кругах, в том числе и у ваших соотечественников, которые занимаются незаконными делами». Несколько дней назад в городе убили полицейского. Рядкостная глупость, глупее просто быть не может. Нас вот начинает злить, и сильно. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Рыков как будто бы успокоился, но Валандер заметил, что его жена по-прежнему нервничает, хоть и пытается скрыть беспокойство. То и дело она поглядывала на стену за его спиной. Прежде чем сесть, он обратил внимание, что там висят часы. «Они чего-то ждут», подумал он, «и не хотят, чтобы я оставался здесь». «Я ищу некоего Коноваленко», спокойно сказал Валандер, «вы знаете такого?» «Нет», ответил Рыков, «в первый раз слышу». И в ту же секунду Валандер понял три вещи. Во-первых, что Коноваленко существует, во-вторых, что Рыков прекрасно знает, кто это, а в-третьих, ему очень не нравится, что полиция наводит Коноваленко справки. Итак, Рыков все отрицает, но, задавая свой вопрос, Валандер как бы невзначай взглянул на его жену. Ее лице в забегавших глазах он прочел ответ. «Вы совершенно уверены?» «Я думал, Коноваленко фамилия весьма распространенная. Я не знаю человека с такой фамилии». Рыков повернулся к жене. «Мы ведь не знаем никаких Коноваленко». Она покачала головой. «Как же так?» подумал Валандер. «Вы же прекрасно знаете этого Коноваленко. И через вас мы его и разыщем». «Жаль, что вы не знакомы с ним», сказал Валандер. Рыков удивленно посмотрел на него. «Это все, что вы хотели узнать?» «Пока да», ответил Валандер. «Но я уверен, что это не последняя наша встреча. Мы ведь не остановимся, пока не поймаем убийцу полицейского». «Мне об этом ничего не известно», сказал Рыков. «Я, как и все, разумеется, очень сожалею о гибели молодого полицейского». «Конечно, конечно». Валандер встал. «Да, и еще одно». «Возможно, вы читали в газетах о женщине, убитой на юге Швеции неделю-другую назад, или, может быть, по телевизору видели. Мы полагаем, что Коноваленко замешаны в этом преступлении». На сей раз насторожился сам Валандер. И даже не сразу понял, почему. Но секунду спустя сообразил, что насторожил его в Рыкове полное отсутствие реакции. «Он все время ждал именно этого», подумал Валандер, чувствуя, как забилось сердце. Чтобы не подать виду он прошелся по комнате. «Не возражаетесь, я тут осмотрюсь». «Пожалуйста», ответил Рыков, «Таня, открой нашему посетителю все двери». Валандер заглянул в комнаты, но мысли его были заняты Рыковым. «Лувен не догадывается, как он был прав», думал комиссар, «в этой халунской квартире есть след». Он удивился собственному спокойствию. «Нужно было немедля уйти отсюда, позвонить Лувену и вызвать опергруппу в полном составе, взять Рыкова под перекрестный допрос и как следует приезжать, пока он не признается в существовании Коноваленко и не расскажет, где тут находится». Когда он заглянул в небольшую комнату, видимо предназначавшуюся для гостей, она чем-то привлекла его внимание. Но чем именно он и сам не знал? Комнат как комната. Кровать, письменный стол, плетеный стул, окно синими шторами, на стене полка с безделушками и книги. Веландер изо всех сил старался понять, что же он такое видит. Не замечая, запомнил подробности и отвернулся. «Ну что ж, теперь я вас оставлю. Мы с полицией не ссоримся», сказал Рыков. «В таком случае беспокоиться вам не о чем», ответил Веландер. Он поехал обратно в город. «Вот теперь мы нанесем удар», думал он. «Сейчас же все расскажу Лувену и его людям, всю эту примечательную историю, и мы заставим Рыкова или его жену заговорить. Теперь мы их возьмем, непременно возьмем». Коноваленко едва не проворонил Танин сигнал. Поставив машину возле дома в Холунде, он, как всегда, бросил взгляд на фасад, а они договорились, что если по какой-то причине ему нельзя подниматься в квартиру, Таня оставит одно окно открытым. Окно было закрыто. Коноваленко пошел к лифту и вдруг вспомнил, что забыл в машине пакет двумя бутылками водки, сходил за ним и машинально опять взглянул на фасад. Окно было распахнуто. Он вернулся в машину, сел за руль и стал ждать. Когда из подъезда вышел Валандер, он тотчас же смекнул, что едва не нарвался на полицию. Таня подтвердил его подозрение. Это действительно был комиссар уголовной полиции по фамилии Валандер. Вдобавок в его удостоверение Таня прочла, что он из Истада. Чего он хотел? Спросил Коноваленко. Спрашивал, не знаю ли я некоего Коноваленко, сказал Рыков. Отлично! Воскрикнул Коноваленко. Таня и Рыков недоуменно уставились на него. Отлично! повторил Коноваленко. Кто мог рассказать ему обо мне? Есть не вы. Только один человек, Виктор Мабаша. Через этого полицейского мы на него и выйдем. Он велел Тане принести рюмки. Все трое выпили водки. Коноваленко промолчал, но пил он за Истатского полицейского и был очень доволен собой. Из Халунды Валандер поехал прямо в гостиницу и первым делом позвонил дочери. Мы можем встретиться? спросил он. Сейчас, я думал, что ты работаешь. У меня есть час другой, если ты можешь. Где встретимся? Ты ведь плохо ориентируешься в Стокгольме. Я знаю, например, центральный вокзал. Ну, так что, встретимся там, посреди небольшого зала, через сорок пять минут? Договорились. Положив трубку, Валандер спустился в холл. До вечера меня не будет, сказал администратору. Если кто-нибудь спросит меня, лично или по телефону, скажет, что мне срочное дело и связаться со мной нельзя. До которого часа? До поры до времени. На центральном вокзале, заметив Линду, он едва и узнал. Волосы выкрашены в черный цвет, довольно короткая стрижка, яркий макияж. На ней был черный комбинезон, ярко-красный плащ и полос опушки на высоких каблуках. Воландер обратил внимание, что многие мужчины оглядываются на нее, и почему-то вдруг почувствовал досаду и смущение. Он назначил свидание собственной дочери, а навстречу ему шла молодая, самоуверенная женщина. Давняя застенчивость исчезла без следа. Он обнял ее с ощущением, что свершает не вполне уместные поступки. Линда сказала, что проголодалась. Пошел дождь, и они забежали в кафе на вас агатон прямо напротив почтамта. Она ела, а Воландер смотрел на нее, и когда она спросила, не хочет ли он тоже взять что-нибудь, покачал головой. Мама была здесь на прошлой неделе. Неожиданно сказала Линда, показывала своего нового поклонника. Ты его видел? Я больше полугода с ней не разговаривал. Знаешь, мне он не понравился, по-моему, он больше интересовался мной, чем мамой. Вот как? Он, кажется, импортирует станки из Франции, но говорил в основном о гольфе. Ты знаешь, что мама теперь играет в гольф? Нет, удивился Валандер, не знаю. Линда внимательно посмотрела на него, потом продолжила. И очень плохо, что не знаешь. Что не говори, она пока самая важная женщина в твоей жизни. Она все про тебя знает, и про женщину из Латвии тоже. Валандер обомлел. Он никогда не говорил с бывшей женой о Байбе Лепе. Откуда это известно? Наверное, кто-то рассказал. Кто? Какая разница? Нет, ну просто интересно. Линда неожиданно сменила тему. Почему-то в Стокгольме, ведь не за тем, чтобы повидаться со мной. Валандер коротко рассказал о случившемся. В обратном порядке до того дня, две недели назад, когда отец объявил, что женится, а потом пришел Роберт Оккерблум и сообщил, что у него пропала жена. Линда слушала внимательно, и впервые он почувствовал, что его дочь совсем взрослый человек и в иных сферах жизни имеет куда больше опыта, чем он сам. Мне не с кем поговорить, закончил он. Испоть Рюдберг был жив, помнишь его? Это такой унылый, мрачный, ну что ты? Он был другой, хотя иногда и казался суровым. Я помню его. Редактор субтитров